этот видеоурок будет полезен всем тем кто продает курсы вебинары семинары различные обучалки пресеты луты экшены в общем все цифровое имеющие интеллектуальную ценность или интеллектуальную собственность я покажу вам как я делаю 3d боксы для своих пресетов и скинул вам свои макеты вы сможете потренироваться в создании таких 3d боксов вместе со мной а когда научитесь техники а это вообще ни разу не сложно сами будете придумывать дизайн для своего цифрового продукта и так с вами интерактивная фото студия арт фото life меня зовут серджио и поехали и так друзья первым делом мы с вами сделаем обложку для такого бокса тут уже все зависит от вашей фантазии я покажу как делаю боксы я и так у меня есть вот такой вот коллажек это заготовленный файл формата psd для фотошопа давайте я переброшу суда изображения и размещу их в этом коллаже и так как файл этого коллажа я тоже вам оставляю по ссылке под видео я сейчас научу вас как этим коллажом пользоваться но если вы собираетесь размещать на своем боксе одно изображение то не забудьте что его размер должен быть 1240 на 1800 для каждого бокса размер изображения имеет свою форму свой масштаб и свои размеры но потому что дизайн 3d коробки может быть совершенно разный и вам необходимо будет для вашего бокса подобрать необходимый для него масштаб и размер итак у меня открытый коллажек программе adobe photoshop я перетаскиваю сюда изображение кликаю галочку это изображение я хочу разместить в самом низу как вы видели у меня здесь три блока и для того чтобы мне разместить изображение в самом низу необходимо поставить мою фотографию над нижним блоком потом при зажатой кнопочки alt появляется вот такая вот стрелочка между двумя слоями между прямоугольником на нижнем слое и самим изображением появилась стрелочка кнопку alt я удерживаю кликаю левой кнопкой мыши все после этого я выбираю инструмент перемещения и свою фотографию могу разместить также я могу управлять стрелками на клавиатуре и так первая фотография готова теперь перетаскиваю изображение которое у меня будет посередине как вы уже догадались нужно будет кликнуть галочку разместить изображение над средним слоем зажать alt кликнуть стрелку и после этого масштабируем изображение ну и соответственно по этому же принципу я размещаю третье изображение лигу галочку размещая его над верхним прямоугольником зажимаю alt кликаю между слоями фотография у меня немного меньше моего прямоугольника поэтому я нажму control t и немножко растянул изображение я хочу чтобы у меня левая рука с гантелью было заметно наверное вот таким вот образом кликаю галочку верхний снимок я сделаю немножко потемнее для этого кликнул control you сделаю изображение слегка потемнее и поработаю это вам тоном буквально совершенно небольшие корректировки кликаю ok давайте раскроем photoshop на весь экран и при активном верхнем слое я нажимаю сочетание клавиш alt control shift я у меня все изображения сохраняются в один единый слой в единую фотографию далее при активном перемещении я цепляют изображение и перетягиваю в другой файлик который будет у вас лежать и будет называться 3d box перетаскиваем отпускаем соглашаемся с photoshop нажимаем ok еще раз ok нажимаем control-t теперь нам нужно подогнать изображение под нашу заготовку 3d box а кликаем ok и смотрите обязательно ваше изображение должно располагаться под вот этим слоем который называется ректэнджел и он изображает темно-синюю полоску на нашем макете ну соответственно надпись может быть любая такая как вам нужно она находится вот здесь после чего добавляете сюда ваши логотипы ваш слоган все что вы хотите разместить на 3d box и тут уже как подскажет вам ваша фантазия далее нажимаем сочетание клавиш alt control shift с смотрим чтобы у нас стояла jpeg нажимаем сохранить выбираем удобную нужную вам папку кликаем сохранить photoshop нам больше не понадобится теперь нам понадобится сайт ссылочка на этот сайт будет также в описании под видео и теперь смотрите какое здесь богатое разнообразие всевозможных коробочек здесь также можно сделать рисунок визиток шоколадку в общем все что угодно я выбираю свой любимый бокс которым я пользуюсь вот этот кликаю на шаблон 3d коробки у меня здесь два изображения лицевая часть и торцевая сначала я добавляю лицевую часть это соответственно фотография с моими атлетами открыть и теперь выбираю торцевую часть это вот эта пластиночка третья часть у нас не задействовано просто вам необходимо для того чтобы понимать как будет выглядеть в развороте ваш 3d box после чего я нажимаю создать 3d несколько секунд и вуаля коробочка создана вот собственно хря друзья и все нажимаем скачать оригинал у нас появляется наша коробка в окне нажимаем правой кнопкой мыши сохранить картинку как выбираем нужную вам папочку охраняем далее друзья на что я хочу обратить ваше внимание это изображение сохраняется не просто формате jpeg она сохраняется в формате png вы соответственно можете это изображение взять и дальше продолжить уже работать с этим макетом разместить под ним какой-нибудь фон добавить надписи всю необходимую вам информацию смотрите здесь даже отображается тень если я буду перетаскивать то коробочка передвинется вместе с тенью но вот друзья вот такой вот нехитрый несложный и очень простой прием если ты впервые на моем канале не забудь забрать подарочные пресеты а если не подписан то это не обязательно но желательно подписаться чтобы не пропускать новые полезные видео уроки по обработке фотографий и видео а на этом друзья все с вами был серджио и интерактивная фото студия арт фото лайф поддержи это видео своим лайком и это будет лучшей для меня наградой а если ты впервые на моем канале то переходи в мой инстаграм по ссылке под видео и после подписки тебя ждет подарок пак из 20 пресетов universal пресеты подходит для пк и телефона оставь спонсором канала ты за символическую сумму всего пол доллара получишь доступ к дополнительным материалам трансляциям и доступ ко всем моим более чем 500 пресетом и заглядывай конечно в телеграм-канал там тебе ждет теплая атмосфера общение с единомышленниками юмор взаимное продвижение в инстаграме и много много интересных и полезных вещей а сегодня на этом все желаю вам творческих высот всем пока и до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok